Не лишили полностью, но ограничили в пользовании. Судебные приставы сегодня отправились в один из автосервисов города, чтобы заставить владельца оплатить долг по кредиту. Каким мерам прибегают уполномоченные, расскажет Екатерина Зубарева. Приспособление для стяжки пружин. Это что? Для стяжки пружин. Это вот это. Итак, каждую вещесписка рабочие автосервисы демонстрировали приставам-исполнителям. Бумагу с несколькими десятками наименований представителям закона дала кредитная организация. Ей владелец этой автомастерской задолжал деньги. Самого должника приставы на месте не застали. Приставы проверили, все ли вещи из списка имеются в наличии. Забирать имущество они не стали. Однако продать всё это теперь владелец не сможет. А если в дальнейшем он не погасит долг, наказание будет ещё строже. Если должник не выплачивает кредит, напрямую не платит банку, банк уже выходит в суд, чтобы предъявлять сумму. И уже имущество изымается и передаётся на реализацию. Приезд приставов для рабочих автосервиса неожиданностью не был. Дела в мастерской давно идут неважно. На вопрос, почему не удалось вовремя выплатить кредит, мужчины разводят руками. Не едет народ почему-то. Кризис. Одна машина, две в день ремонтируется. Было бы машин 8, хотя бы 6, проблем бы не было. Однако работать в сервисе мужчины планируют и дальше. Надеются, скоро деньги появятся. Тогда расплатятся с долгами и дела пойдут в гору. Вот сейчас ходовую до конца добью, долгиваю и весной поедут делать машину. А сейчас пока людям денег жалко. Как рассказывают сами приставы, таких должников, кто вовремя не выплачивает кредиты, в одном только Ленинском районе больше 5000 человек. Поэтому такие рейды проходят постоянно. Екатерина Зубарева, Александр Брызгалов, Бюро новостей Дайвича.